Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых, дорогих подписчиков и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Сейчас будет онлайн-расклад для женщин, и тема будет такая. Померимся ли мы или нет? Я буду выкладывать шесть карт. Вам нужно будет выбрать всего лишь одну карту, чисто интуитивно, и мы посмотрим, померитесь ли вы, ну, ближайшие два-три месяца, не больше, или нет. Итак. Представьте интуитивно своего мужчину. Загадайте его. Загадайте его с мыслями, померимся мы или нет. И как бы вопрос во Вселенную отправьте. Вот этот вопрос. Будем ли вместе? Будет ли у нас примирение? Итак, первая карта. Померитесь ли вы? Вторая карта. Померитесь ли вы? Третья карта. Померитесь ли вы? Четвертая карта. Померитесь ли вы? Пятая карта. Померитесь ли вы? И шестая карта. И шестая карта. Померитесь ли вы? Выберите одну. Одну любую карту. Чисто интуитивно слушайте свое сердце и выбирайте. Выбрали? Тогда смотрим. Итак, первая карта трека мечей. У вас такое разбитое сердце. У вас такой трехугольник в отношениях. Это просто вообще. Вы уже друг другу столько раз сердце разбивали, что ваше сердце уже металлическое просто. Померитесь ли вы в ближайшие два-три месяца. Здесь отношения, знаете, какие? Кто-то кого-то бросил. Ну, скорее всего, да. Или вы от мужчины ушли, или мужчина от вас ушел. И вы здесь, возможно, женщина с ребенком одна осталась. Холодно, голодно, без работы, без помощи. Померитесь ли вы? И женщина не знает, что мне делать, как мне быть, в какую сторону мне идти, как мне двигаться, где мне искать работу, как мне кормить своего ребенка. И мужчина здесь одумает, как мне поступить, мириться с ней, не мириться с ней, нужен я ей, не нужен гей. Понимаете, вы оба не можете выбрать для себя, что вы хотите, быть вместе или не быть. Вы как ношу тащите ваши отношения, бросить не можете. Дотащить бы уже, да, до конечной, я не знаю, остановки. Какие-то у вас тяжелые отношения, ужас просто. Ну здесь женщина такая хорошая. Императрица, боже мой, я вообще в шоке. Иногда, когда в скайпе работаю, я такие судьбы просматриваю. А здесь я просто по картам я вас читаю. Бедная вы женщина моя, вообще это просто... Мне аж прям тяжело, знаете, потому что вы такая красавица. Вот вы меня смотрите, вот этот первый расклад загадал, вы такая красавица, вы такая женщина из женщин. Что ему не хватает, я не знаю. Что ему надо, я не понимаю. Ой, вообще просто. Кошмар. Боже мой, воины какие-то. Он вас прогибает, что ли, постоянно? Постоянно пытается вас, я не знаю, под свой уровень, что ли, прогнуть? Да пусть он, блин, под ваш уровень пусть растет. Потому что императрица вы. А он кто? Он вообще никто здесь. И зовут его здесь вообще никак. Что он пытается вам доказать, я не понимаю. Вот этим своим поведением, своими выходками. Я убила бы на месте бы такого. И еще, знаете, я вам сейчас что скажу? Не обижайтесь, говорю, как чувствую и вижу. Он вашу половину красоты уже, знаете, истрепал. Вы до него такая красотка были. Вы вообще императрица. Но он вашу красоту куда-то... Вернее, вы свою красоту на него растрачиваете. Вы теряете свою красоту с этим мужчиной. Вот запомните, что я вам говорю. Вы до него были такой красавицей просто. А с ним вы превратились уже я не знаю во что. Но карта императрицы говорит, что вы истинная женщина. Сама красота, сама природа, сама родящая мать. И женщина, и хозяйка. Все у вас есть, что должно быть в женщине. Помиритесь ли вы? Он, вы знаете, он не хочет мириться. Он хочет, что вы под него прогибались и танцевали, и пили под его дуточку. Вот что он хочет. Он не хочет никакого примирения. Это вы хотите примирения, не он. Будет ли примирение? Ой, господи. Вы знаете, что я вам скажу? Примирения будет, сто процентов. И прямо хочется сказать, знаете, мудрость все-таки восторжествует в ваших отношениях. Может быть, вас будут примирять также. Если вы в браке, например, родственники будут примирять. Или может быть, какой-то взрослый человек между вами встанет. Или там родитель какой-то, мама или папа кто-то. Или в принципе, да, вот, если вот взять саму суть, да, вещей, то да, примирение будет. Иерафат – это у нас уже соединение духовных людей. Но просто хочется сказать... Это ужас какой-то, с таким мужчиной вместе быть. Это ужас. Даже мириться не захочется. Но я понимаю, вам деваться некуда. У вас, наверное, ребенок от него, вы зависите от него. В общем, понятно, да? Тяжело мне, конечно, всегда такие вещи просматривать. Помиритесь, я вам говорю точно, помиритесь. Хорошо, смотрим дальше. Так, помиритесь ли вы? Ну, между вами сейчас холод идет, разговоры, интернет, соцсеть, ссоры, споры, расстояние. Помиритесь ли вы? А вы знаете, кто-то из вас не хочет мириться. Или он, или вы. Да, я точно не могу сказать здесь, кто именно не хочет. Но кто-то из вас один не хочет. Потому что один ведет себя такой, знаете, ханжа. Как я хочу, так и будет. Вот, мне так нравится. А другой подстраивается под него. Да, вы помиритесь. Я вам говорю точно. Сто процентов. Карта Солнца. Старший Аркан. Да, вы помиритесь сто процентов. Но, я, знаете, могу сказать так. В таком случае. Вы оба имеете таких достаточно сильных характеров. Но один из вас еще мощнее. И хочет второго под себя прогнуть. Поэтому, в любом случае, ну, так и хочется сказать. Не поддавайтесь. Но, примирение будет, да. Да. Сто процентов, да. Как Солнце само. Светлое, солнечное. Вот такое же будет и ваше примирение. Так. Кто загадал третью позицию? Будет ли у вас примирение? Вы знаете, уже сейчас что-то идет, какое-то примирение. Так, легкое. Так, вы знаете. Кто-то кому-то, может быть, там заводит, да, подначивает того, чтобы вывести на эмоции какие-то, да. Что-то уже между вами такое вы уже, наверное, чувствуете. Или в соцсетях, в интернете там что-то такое, понимаете, что он хочет со мной помириться. Или вы при разговоре где-то так, да, чувствуете. Между вами уже есть искорки. Примирение. Так, помиритесь ли вы? Знаете, ваше примирение будет не таким простым и легким, как казалось бы. И еще мужчина, который хочет с вами помириться, скорее всего, мужчина немножко пьющий, ну, или иногда любит, да, как поссорится, так уходит в пьянку. Может быть, мужчина находится не рядом с вами, пока есть где-то далеко. Поэтому ваше примирение такое вот, то, что я говорю, как искорки какие-то, да, там конкретного примирения пока нету. Я все-таки полагаю, что мужчина от вас далеко находится. Может, в другой стране, в другом городе. Или он постоянно в разъездах и помириться с вами не может, потому что он вечно где-то его там, я не знаю, носит. Так же, как вариант. Возможно, вы от него ушли. Или мужчина той сам от вас ушел, да. Ушел в загул, так можно сказать. И это тянется уже непонятно сколько времени. Как будто его так это все и устраивает. Мириться, ну да, по справедливости все будет. Карта справедливости. Знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. Это относится к вам. Будет все по справедливости. Не хитрите, не обманывайте. Будьте честны с ним, и все закончится хорошо. По справедливости. Если вы должны быть вместе, вы помиритесь. Если нет, значит нет. Это однозначно. Это однозначно. И еще, знаете, у вашего мужчины такой тип характера, немножко сложный. Сложный. Как будто невменяемый, не соображает и понимать не хочет. Ну, такой, тихо, момоти, черти водится. Черти водится, да. Это про него. Потому что король кубков здесь вышел у вас. Мужчина, возможно, инфантильный, мягкий такой. Такой, своеобразный, эмоциональный, как, ну, практически водный знак, да, рыба, рак, скорпион. Мужчина какой-то в своем мире, понимании, такой душевный, добрый. Но его невозможно поймать и загнать в угол. Он постоянно ускользает куда-то, да, как рыба, которую ты не можешь поймать. Она постоянно хвостом будет вилять, чтобы вот, да, так скажем, замести следы свои. Вот здесь то же самое, такого плана идет, что мужчина какой-то скользкий, скользкий. Куда-то хочет вечно удрать. Ну, вы, я так полагаю, будет все по справедливости. Поверите, если вы или нет. Ха-ха, десятка мечей, десятка мечей. Скорее всего, конец, конец, конец. Но только имейте в виду, этот конец справедливый. Этот конец между вами справедливый, да. Конец отношениям. Я не знаю, насколько. Я не знаю, насколько. На какое время. Но этот конец будет справедливым. С другой стороны, так оно и есть. Потому что я тоже вижу, что это мужчина какой-то вообще непонятный. Зачем он вам нужен? Подумайте, хорошо. Зачем вы на него время тратите? Ладно, это уже, наверное, в другом раскладе. Надо будет смотреть, почему, да. Хорошо, дальше смотрим. Четвертый расклад. Так, померьтесь ли вы. Но вы прямо об этом постоянно думаете. У вас какие-то страхи. Вы переживаете. У вас мысли. Вы ночью спать не можете. Бессонница мучает. Вы себя так накручиваете уже. Там из мухи слона делаете. Что он вас уже бросил, наверное, на всю жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Вы сильно переживаете. Очень. У вас уже могут быть психологические проблемы. Уделите этому внимание. То есть не надо так себя сжирать, так скажем. Да, потому что, ну это, с психикой потом проблемы будут. А кому это нужно? Никому. Померитесь ли вы или нет. Ох, хитрости, обманы, манипуляции. Человек вами манипулирует и обманывает. Семерка мечей. Измены, интриги, клевета, воровство. О, этот мужчина с вами нечестен. Он манипулирует вами, а вы потом всю ночь не спите и думаете о нем. Задумайтесь. И еще, знаете, этот мужчина, возможно, обладает какими-то способностями. Может быть, даже, да, где-то магическим. Потому что, может быть, он носит какие-то амулеты, носят защитные. Или крестик, например. Ну, крестик это не амулет. Но крестик, он имеет защитную функцию, да. И о том, что человек носит какую-то защитную функцию на себе, чтобы предотвратить, да, вот что-то такое. Какие-то магические воздействия на него. Вот он такой, он поэтому хитер. Может быть, действительно он обладает какими-то способностями. В маге, например, да, в колдовстве. Может быть, это колдун какой-то. А вы не знаете его потенциала. Так, померитесь ли вы. Как все связано. Вы повязаны, полностью связаны от него. В ограничениях каких-то, на кризис внутренний. Вы не можете не видеться, не увидеться. Он, может быть, далеко от вас находится. Может, он уехал далеко уже давно. И вы не видите с ним. Он в другой стороне, вы в другой стороне. Вы связаны. Но есть движение к друг другу. Померитесь ли вы. Карта отшельника. Это движение какое-то, знаете, непонятное. Движение к друг другу только в плане как секса, наверное. Увидеться, страсть, огонь. И потом разойтись опять по сторонам. Вы никогда официально вместе не будете. Я не вижу ваши отношения как брачные. Здесь, скорее всего, идут два человека, которые то вместе, то не вместе. Непонятно что. Но вы уже давно вместе. И вы уже связаны, повязаны. И к одному единому прийти не можете. Я не могу точно здесь сказать. Здесь женщина в браке, не в браке. Сложно. Может быть, вы в браке давно расстались. У вас отношения сложные. Поэтому мне сложно считать. Может быть, вы уже давно как бы в разводе. Но у вас остались дети. И вы все равно друг друга тянетесь. Также может быть, что между вами ничего не было. Никакого брака, никаких серьезных отношений. Но вы никак эти отношения построить не можете. Потому что есть преграды между вами. И кроме как, может быть, как интима, так скажем, страсти какой-то. Написать кому-то там, если вы просто через интернет даже общаетесь. Страсть какая-то, да, виртуальная. Вот эта вот переписка, вот и все. А дальше дело не идет. Дальше дело не идет. У вас отшельник все равно выходит. Одинокая карта. Карта отшельника. Одиночки. И шестерка Пентакли – это то, что вас соединяет какая-то, может быть, взаимопомощь друг к другу. Помочь. Ты мне, я тебе. Вот это вот, да. Но я не вижу здесь брака. Почему-то мне на данный момент… Если вы в браке состоите, то это не ваша позиция. Опять заново посмотрите, выберите другое. Здесь человек выбрал, здесь женщина, вернее, выбрала та, которая не в браке. Но с этим мужчиной никак не может она ужиться. Или вернуть его никак не может, или действительно не может с ним наладить отношения, чтобы выйти замуж как-то. Вот так вот здесь и выходит. Вот непростые отношения, какие-то сложные. Он манипулятор, вы здесь все волнуетесь, ночью не спите. Вот что-то такое здесь происходит ненормальное. Так, хорошо. Кто загадал пятую позицию? Так, помиритесь ли вы? Давайте посмотрим. Карта перемен. Вы знаете, вы уже подходите к той черте, когда уже прошлое надо просто отпустить и начать жить заново, с нуля, снова. Он должен отпустить прошлые отношения, а вы ждете, когда он уже переключится полностью на вас. Потому что его романтические отношения с вами, вы как-то уже устали. Но вы прекрасно понимаете, что в его сердце живет кто-то из прошлого. Прошлые отношения, прошлая жена, прошлая любовница. И он ее никак отпустить не может. И вы это ждете, когда он уже все-таки будет полностью с вами, будет ваш. А этот мужчина, да, ваш, скорее всего, этот мужчина такой достаточно заземленный, приземленный такой. Мужчина-педант, тихий, спокойный такой, да. Он знает, что он делает. Это хозяин. Мужчина, который при деньгах, при власти, может быть, да, имеет заработок, положение, да. И он не может быстро принять решение, потому что он прошлое отпустить не хочет. И любви он хочет, понимаете, от вас. И вы прекрасно его понимаете, как никто другой. Вы его личный психолог, который слушает, да, она усмотает и понимает, что, боже мой, я его люблю. Но почему не можем мы быть вместе? Когда же он все-таки решится, то, что уже я его половинка, то же, наконец, да. Потому что он прошлое отпустить не может. Может быть, он вдовец. Может быть, он разведен. И, ну, я же не знаю, там, как он там разводился, да. Что там произошло. Может, трагедия какая-то или еще что-то, да. У мужчины своя история жизни. И этот мужчина ваш очень мудрый. Он сто раз отмерит и один раз отрежет. И поэтому то, что вы хотите от него, он сейчас не готов на это. Потому что он никуда не торопится. У него на первом месте вообще деньги, работа, бизнес. А потом, наверное, любовь. Ну, он очень хочет романтических охотник. Ну, уже, ну, одиноким быть тяжело. Любви хочется. Сердце-то у него не каменное. Сердце живое же, понимаете? Живое. И любви хочет. Так что... Так, я тоже не знаю. Померьтесь ли вы. У него планов каких-то много, наполеоновских. Он и то, и то, и то. Он все хочет, все хочет. Мужчина живет... Да, да. Вы знаете, этот мужчина не очень хочет серьезных отношений. Он не очень хочет с вами пойти в брак. Этот мужчина только... Вот смотрите, сейчас буду говорить, не обижайтесь. Говорю, как вижу. Этот мужчина хочет только интима, красивой постели, красивых отношений, легкого флирта и ничего более. Почему? Потому что этот мужчина сам себе на уме. Этот мужчина сам себе на уме. У него на первом месте. Это его бизнес, его поланы. Его планы наполеоновские по покорению всего мира. И сильная страсть и секс. Чего он только от женщины хочет. Все, больше ничего ему не надо. Ничего ему больше не надо. Такое ощущение, что он вообще как бы разочаровался, наверное, в женщинах. И теперь понял, первым делом у него самолеты. А женщины потом. Вот так себя и ведет. Померитесь ли вы? Ну, я думаю, что да. Померитесь ли вы? Конечно. Он собственник отпускать вас не хочет. Карта башня, кризис. Ну вот смотрите. Все равно вы вместе, как пара, не будете. Я вам говорю точно. Не знаю, на всю жизнь ли это пока лет. Нет, но вот в ближайшее время, там год-два, вы замуж за него не выйдете. Это точно. Потому что карта башня, вы все равно будете с ним опять мириться и ссориться, мириться и ссориться. До всего может быть даже, вернее, до того может дойти, что вы полностью с ним расстанетесь. Потому что башня это и есть кризис. Это уже все называется. Пришли мы, приехали к точке. Поэтому вот так вот. Вот так вот. Померитесь, да. Но на какое-то время потом опять расстанетесь. Мужчина сам себе на уме. Далеко не глупый. И то, что вы от него хотите, вы уже все измотались, наверное, от него и любви, и замуж хотите. А ему это и не нужно. Ему в одну ху летает, в другую вылетает. У него там планы, карьера, работа и все. И все. И сам он хочет гулять и жить прекрасно. Кроме секса ему ничего больше не надо. Ну, секс, чтобы еще красивый был. С романтикой, там, да, шампанским, с клубникой. Да, ну, как надо. Понятно, да? Так что померитесь. На какое-то время. Дальше. Кто загадал шестую? Ну, шестая у нас здесь вообще двойка. Пентакли потрясающие. Здесь мужчина вообще на два фронта работает. С одной и с другой. Или женатый и любовница там бегает. Или две любовницы у него. Может, две жены у него. Да, ну, то есть мужчина все успевает. И туда, и сюда. Так, померитесь ли вы? Скорее всего, вам уже просто надоело. Вы его послали куда подальше. А он теперь бедный на эмоциях и не знает, что ему делать. Померитесь ли. А, карта старшего аркана. Маг. Мужчина здесь, знаете, какой? Очень сильный. Такая энергетика, как у меня. Потому что я магией тоже занимаюсь. А он, может быть, кстати, он обладает магическими способностями. А вы этого не знаете. Это тоже как вариант, да? И у мужчины вот такая настолько мощная сильная вибрация, что у него аура тоже мощная. И он может абсолютно все, что он только захочет. У него все получается. И то, что он имеет двух женщин, я тоже понимаю, почему. Ну, потому что мужчина может себе это позволить. Позволить. Померитесь ли вы? Если он захочет, то да. Да, посмотрите, у вас такой интересный тип. Это такой карьерист. Это такой сексапильный, сексуальный. Мужчина харизматичный. Мужчина экстравагантный какой-то. Такой вообще на всех не похожий. Мощный, сильный, властный, решительный. Да, такой брутальный. То есть у вас такой тип. У него на первом месте это работа. Работа, работа, еще раз работа. Он любит. У него единственная любовь – это его работа. Потом все остальное. Померитесь ли вы? Карта звезды надежды. Да, он тоже надеется, что вы померитесь. И знаете, у него в голове женщина, королева мечей. Кто это, думаете? Это его супруга или вы? Женщина, возможно, воздушного знака зодиак. Это водолевесы и близнецы. Женщина достаточно умная, строгая. Такая решительная. Она нежная, милая, да, со стороны, женственная. Но она может так уколоть, что мало не покажется. Знание – это ее сила. Она умеет за себя постоять. Она умеет управлять. Она всегда в запасе держит камень, да, держит свой меч, так скажем, где она может просто, если нужно будет, так садить своего противника просто, или шашкой помахать своей вот это, да. Также, может быть, женщина относится к медицине, работает с металлом, ну или же работает где-нибудь в органах, в погонах, да. Вот об этой женщине он думает, как с ней помириться даже больше. Да, да, да. Это, может быть, та живая женщина. И он надеется, что он с этой женщиной помирится. Может быть, он еще с кем-то в ссоре. Я же говорю, здесь такой тип мужчины, у него было много женщин в жизни, имейте в виду. Это, я не могу сказать, что он бабник и ловелас, но у него с женщин было много. Он такой гурман, понимаете. Вот ему должна женщина очень понравиться. Он на кого попало прыгать не будет. Вот так хочется мне сказать. Помиритесь ли вы? Вы помиритесь, но не так быстро. Подождите еще, через какое-то время, да. Вы помиритесь точно. Карта мира, старшарка. Но не сразу. Там до этого выходила карта звезда. Звезда, это говорит о том, что желание исполнится. Это будет. Но не так быстро, через какое-то время. Может быть, через три месяца, через четыре, через полгода. Но не быстро. Но помиритесь тоже. Точно. Сто процентов говорю. Вот такой был расклад. Я всем желаю, чтобы вы сделали правильный вывод, с какими мужчинами вас водит судьба, с кем нужно мириться, с кем нет. И я вам всем желаю, чтобы вы были рядом только с любимыми мужчинами и никогда с ними не портили отношения, никогда не расставались. Чтобы потом не гадать, помиримся мы или нет. Я вас всех люблю, уважаю. Оставайтесь со мной. Со мной всегда будет интересно. Спасибо. До свидания.